Курс коротенький, всего лишь полгода, и он призван просто суммировать все, что вам рассказывали про топологию, в курсе матанализа, частично в курсе алфебры и в курсе аналитической геометрии, а также продвинуться дальше, чтобы подготовиться к другим курсам, в частности, к функциям комплексного переменного. Значит, программа курса следующая. Ну, первый раздел – это язык теории множеств. Метрические и топологические пространства. Непрерывное отображение. Конструкции топологических пространств. Аксиомы отделимости. Компактное пространство. Теория гомотопий. И теория гомологии. Это программа. Теперь, значит, рекомендуемая литература. Ну, вообще говоря, много есть учебников по топологии, и тот, который приспособлен к нашему маленькому курсу, я бы рекомендовал бы профессора Виталья Витальевича Федорчука. Введение в топологию. Более продвинутый, более обширный курс, который давно уже пользуется у нас в разных университетах. Это коллектив авторов из Санкт-Петербургского университета. Называется элементарная топология. Эта книжка хороша тем, что она пригодится для каждого. И для тех, которые мало интересуются этим, там есть краткое изложение, и для тех, которые интересуются побольше. Там очень много объяснений, теорем, задач, упражнений и всего прочего. Но есть классическая книжка Павла Сергеевича Александрова. Введение в теорию множество. И общую топологию. Она не покрывает, к сожалению, всего, что мы сейчас рассказываем, но это классика. Это просто интересно посмотреть, как люди думали об этом ну, примерно 50 лет назад. Ну, есть и другие учебники, в частности, иностранные. Я больше приводить не буду. Я только скажу, что на нашем кафедральном сайте на моей страничке можно там обнаружить первые две книги, просто их можно там читать можно, там есть программа. Ну, там всё, что надо, изложено, касающееся этого курса. Значит, мы начнём с первого пункта, который здесь написан. Язык теории множеств. Это, в принципе, некоторое напоминание того, чего вам говорили уже многократно. Нам надо как-то приблизиться к понятию всех объектов, которые вам, вообще говоря, хорошо знакомы. Мы будем изучать функции, только не функции, вещественно-значные функции от одной вещественной переменной или функции от многих вещественных переменных. А как отображение, когда у вас в качестве аргумента может быть что-то стоять произвольное и в качестве значений тоже. Тогда мы говорим, что это не функция, а отображение. Про эти отображения мы иногда хотим сказать, можно ли про них сказать, что они являются непрерывными в каком-то смысле. Значит, знаете вы эти понятия? Естественно, вы знаете, что такое непрерывная функция от многих вещественных переменных, вы знаете, что такое понятие непрерывности функции в смысле Коши и в смысле Гейна, это вы, наверное, тоже знаете, но это вы знаете в частных случаях. Нам нужно больше. Нам нужно заняться произвольными множествами и на них некоторыми структурами. Поэтому нужно сначала напомнить некоторый язык теории множеств, ну, как определять, что такое множество, я не буду, потому что, грубо говоря, это неопределяемое понятие. Если вы пытаетесь разобраться, то я вот отошлю к логике. Вам читает курс логики и там вам объясняет, в чём внутренняя противоречивость всех таких понятий. Скажем, нельзя сказать, определить множество всех множеств, потому что вы придёте к противоречию логическому и так далее. Мы будем стоять на некоторой наивной точке зрения, что мы работаем с множествами произвольной природы, будем обозначать такие множества, скажем, буквой Х большое, не важно, какая буква, важно другое, что всякое такое множество состоит из элементов. Х маленькое, скажем, и, скажем, является элементом множества Х большое и писать вот так. Х принадлежит Х большому. То, что здесь стоят буквы Х маленькие с большой не имеет никакого значения. Я могу написать А принадлежит Х большому, просто обозначив другой элемент другой буквой. Это всё... Х есть элемент множества Х большое. Но важно то, что нам не надо при таких определениях заботиться о том, какая природа этих элементов и какая природа этого множества Х. Нам нужно знать только, принадлежит данный элемент множеству Х или не принадлежит множеству Х. Это позволяет нам ввести обозначение, разумное обозначение для определения множеств. Если я хочу какое-то множество определить, скажем, множество Х, то я буду писать так. Оно равно состоит из всех элементов А, таких, что А удовлетворяет некоторому свойству. Если я напишу так определение, оно заведомо будет внутренне противоречивым, потому что я не сказал, какие А надо рассматривать. Типично определение более тонкое. Оно заключается в том, что надо рассмотреть множество У, уже заранее нам известное множество. А множество Х будет состоять из таких элементов А, из множества У, которые удовлетворяют некоторому некоторому свойству. Вот такая запись определения более грамотная, потому что мне сказано, откуда эти элементы А брать надо. Но для этого надо знать, что У нам известно. Ну, какие примеры множеств мы знаем? Мы знаем типично в математике классы таких множеств. Это числа. Ну и просто перечислим некоторые примеры таких множеств вначале. Хотя, на самом деле, их может быть намного больше. множество натуральных чисел. Ну, тут есть разногласия в обозначениях включать туда ноль в качестве натурального числа или не включать. Как хотите. множество целых чисел. Это стандартное обозначение. И спрашивать, что такое натуральное число, я не надо, потому что мы будем понимать, что мы знаем это. Множество рациональных чисел. Это всё разное множество. Множество вещественных чисел. Ну и ещё множество комплексных чисел бывает. Каждое из этих множеств с нашей точки зрения есть множество объекта, которым будет применим наш язык. Ну и, конечно, бывают и другие. Множество всех функций, определенных, скажем, на вещественном отрезке от нуля до единицы. Все функции. Это просто обозначение множества всех функций. всех вещественно-значных функций. Множество комплексно-значных функций. Среди них бывает меньшее множество. И поэтому, если я знаю, что у меня задано два множества, можно сказать, что такое одно является подмножеством другого. Пусть у такое абстрактное множество, про которое мы его знаем. Мы скажем, что множество х является подмножеством множествия у, если выполнено условие для любого элемента, для любого элемента а из х вытекает, что а принадлежит у. Каждый элемент из х является элементом у. Тогда мы скажем, что х является подмножеством подмножеством в множестве множестве у. Я обращаю внимание, что нельзя сказать просто, что х является подмножеством. Надо указать, где оно является подмножеством. Это важное понятие, чтобы избегать путаницы. Не бывает абсолютного подмножества, бывает только относительное. Всегда является подмножеством в чём-то. Ну и согласно этому определению, то тут легко видно, что множество натуральных чисел является подмножеством множества целых чисел. Множество целых чисел является подмножеством множества рациональных чисел. Ну и так далее. Все такие вот отключения здесь будут. Это подмножество здесь, z подмножество в q, q подмножество в r и так далее. Это вот первое, так сказать, структурное понятие на языке теории множеств. Ну и дальше надо напомнить, что множество можно как-то конструировать. Например, если у вас имеется два подмножества в множестве х, то можно сказать, что такое пересечение этих подмножеств и что такое объединение этих подмножеств. Всё в х. Мы скажем, что а, пересечённое из b, состоит... И вот я могу написать так, как я писал раньше. Определить это множество некоторым свойствам. Это множество всех таких элементов а из х, таких, что а принадлежит а большому и а принадлежит b большому. Это свойство определяет некоторые новые множества. И оно является тоже подмножеством в х, потому что оно состоит из некоторых элементов множества х. Точно так же объединение а и b, это множество составленных из таких элементов х, что либо а принадлежит а большому, или а принадлежит b большому. Это тоже некоторые свойства. Но, конечно, легко понять, что а, пересечённое с b, лежит в а, объединенное с b. Потому что из конъюнкции вытекает дизюнкция. Ну вот у нас получилось некоторое отношение, конструкция или операция между множествами, объединение и пересечение. Ну и дальше стандартное обозначение, как конструировать множество. Если а подмножество в х, то скажем, что х минус а, это есть множество всех таких элементов из х, таких, что а не принадлежит а большому. Все элементы, которые не лежат в а, но лежат в х, мы называем разностью. Теоретика множественной разности двух множеств. Множество х и его подмножество а. Это определение, полезно помнить такую вещь, что если у него имеется два подмножества в х, неважно, как они там между собой взаимоотносятся, то можно сказать, что такое b минус а. b минус а состоит из всех таких элементов из b, таких, что а не принадлежит а. Мы тоже вычитаем, ну, по диаграмме, так сказать, можно такое взять. Если это у нас, я кружочком обвел множество b, это множество а, то вот разность. Значит, b минус а, конечно же, будет равняться b минус пересечение а с b. Ну, из картинки видно, что это так, я даже доказывать это не хочу и не буду этого делать. Ну, и много есть таких вот простеньких свойств, которые полезно знать. Значит, вас обучали тому, как писать логические высказывания. Всякое логическое высказывание, когда описывали, скажем, что такое непрерывность функций там и так далее, какие-то такие, оно всегда было такое. Для любого числа ε больше нуля существует δ больше нуля, такое что и тат-тат-тат, там что-то происходило дальше. И это всё можно описать на языке теории множеств, потому что это означает для любого ε, то есть значащее множество всех таких высказываний, для которых оно справедливо для любого ε, это некоторое множество, потом существование и так далее. Значит, если вы хотите написать отрицание этого высказывания, это значит, что найти такие элементы этого большого множества, которые не принадлежали к исходному. Значит, вы должны будете написать, у вас было множество а, скажем, и вы рассматриваете множество х минус а. Это вычитание. Значит, а если вы берёте пересечение двух множеств а из b, то х минус а в пересечении с b, конечно же, можно написать, как х минус а, объединённое с х минус b. И наоборот, х минус объединение а, b равняется х минус а, пересечённое с х минус b. Это вот стандартное правило, которое мы знаем и в логике, и в обычной такой наивной теории множеств, которое называется законом Моргана. они позволяют нам, если обозначить х минус а, это дополнение к множеству а, вот наше большое, большое пространство, большое х, это множество, а вот здесь а. Дополнение к нему – это все элементы, которые к они принадлежат. То есть, если вы переходите к дополнениям, то операции объединения и пересечения меняются местами. Это закон Моргана. Ну вот всё, что я сказал, конечно, требует для нас некоторого маленького вобщения. Я буду объединять и пересекать не одно множество, а много множеств. Поэтому с этой точки зрения мне нужно ввести полезные обозначения. Вот если множество а является подмножеством в х, б, в х, ц, их у меня много, на самом деле я их могу в каком-то смысле занумеровать. То есть, приписать каждому множеству некоторый индекс. Давайте обозначим а альфа. А альфа пробегает совсем другое множество. То тогда и все эти а альфа являются подмножествами в одном и том же х, то их можно все вместе и пересекать, и объединять. Такое пересечение буду обозначать такой буквой. Пересечение по всем индексам альфа, которые пробегают некоторые множества, греческое а. А здесь напишем а альфа. Это пересечение, оно тоже лежит там же, х. И объединение, которое будет обозначаться точно так же. Будет знак объединения с индексом альфа здесь. А индекс будет пробегать некоторое множество индексов а альфа. Это у нас объединение. И можно применить закон Моргана, все тот же самый. Значит, потому что закон Моргана не следит за тем, сколько здесь слагаемых или компонент участвует в этом пересечении или объединении. Ну и мы получим, что х минус пересечение альфа а альфа равняется объединению альфа от х минус а альфа. Это вот такой же аналог с законом Моргана, но только когда мы пересекаем и объединяем не пару подмножеств, а много разных множеств, которые нумеруются некоторым индексом альфа. Вообще, все наши обозначения будут претендовать на то, чтобы нумеровать множеством индексов, а множество индексов тоже будет некоторой произвольной природы. Типично, когда множество индексов – целые числа. Например, вы хотите пронумеровать и получить последовательность. Когда вы нумеруете целыми числами, мы говорим, что мы задаем последовательность объектов, последовательность множества. Ну а теперь некоторые операции с множествами. Пусть задано на два множества. Я по умолчанию буду считать, что как только я задал два множества, они оба являются подмножествами некоторого большого множества х. Не вводя специальных оговорок, какое множество х здесь берется. Взял два множества а и b. Мы скажем, что мне задано отображение из множества а в множество b и писать вот такую диаграмму, f двоеточие а стрелочка b, если для любого элемента а из а определен и единственным элемент, который будет означаться b от а. Виноват, f от а. Элемент из множества b. Тогда мы говорим, что мне задано отображение. Как он определен? Я не знаю. Это будет зависеть от каждой конкретной ситуации. В любом случае, если вы хотите такое определение задать, то вам придется писать самоопределение. f от а равно... А здесь надо написать некоторое логическое высказывание. Какой конкретный элемент этот f от а является? Ну, например, типично, как мы пишем для чисел, мы пишем формулу, арифметическую формулу. Скажем, если а это целое число, то f от а... А дальше нам пишем равенство, скажем, а квадрат. Число можно произвести квадрат и другое целое число. Мы задали формулой это описание. Мы можем записать не только формулой, а любым логическим высказыванием. Например, в другом обозначении, f от а равняется а квадрат, когда а больше равно нулю, и а квадрат минус единица, когда а строго меньше нулю. Ну, например, я беру какое-то логическое высказывание. Оно задает другую, другое отображение f. Так что мы знаем, что можно задавать в анализе, типично задаем любое отображение отображение формулой, но довольно часто задаем и некоторыми условиями такого типа. Разные формулы для разных случаев. Ну, вот надо за такими вещами следить, потому что если напишу я только вот так, то остается недоопределенное, потому что а равно нулю, чему равняется, мы не знаем, мы еще не написали, поэтому нужно написать, скажем так, я не знаю что-нибудь, ноль, скажем. Если не задано отображение, мы его пишем, либо задаем его определение какой-нибудь логическим высказыванием, либо формулой, а в общем случае мы пишем такую диаграмму, которая здесь написана. Дальше, что можно с этим сделать? Если задано два отображения, то можно задать то, что называется композиция этих отображений. Сначала отображаем из множества А в множество Б, а потом результат отображаем из множества Б в множество С. ФЖ – это композиция из А в С. Вот тут уж точное определение должно быть. ЖА, ЖФ от А по определению есть Ф от А, а потом Ж от А. Это формула. В правой части стоит формула для любого А элемента из множества А большое. Так что композиция, тут иногда пишут кружочек, знак того, чтобы не спутать, что это два разных отображения. Поэтому композиция двух отображений – это снова отображение из множества А в некоторое третье множество С. Что мы знаем? Не зная ничего о множествах, формулы не видим, не знаем, хоть кое-какие свойства отображений можно выделять. Скажем, отображение из А в А. Это не возбраняется. И первое множество, и второе множество – одно и то же. Множество А. Так, среди всех таких отображений существует одно, которое выделяется. Тождественное отображение. Оно имеет даже специальное обозначение. Его обозначает вот так. Оно задается формулой. Для любого А тождественное отображение переводит А в самого себя. Элемент А сам в себя переводит. Для других отображений ничего такого сказать нельзя, если мы не знаем конкретной природы данного множества. Но хотя бы одно отображение мы выделяем. Это очень здорово, потому что, если у меня имеется два отображения F из А в Б, а второе отображение G из Б в А в обратную сторону, то можно взять их композицию. Причем две композиции. Сначала F, а потом G. Сначала F из А в Б, а потом снова в А. А можно взять другую композицию. Сначала G, а потом F. Из Б в А, а потом снова в Б. Вот тут уже некоторые свойства можно выделять и даже теоремы доказывать, хотя они простые. Ну, первые случаи, простенькие. У нас же выделено отображение из А в А. Допустим, что G, F есть тождественное отображение. Что можно сказать про сами отображения F и G? если я знаю, что их композиция является тождественным отображением. Это означает, отсюда следует, что выполняется такое условие. Если А не равняется Б, то F от А не равняется F от Б. потому что, если бы это было не так, это же элементы из множества Б, то, применяя к нему G, виноват. Значит, как надо сказать? Если F от А равняется F от Б, то тогда и G от F от А равняется G от F от Б. А это же тождественное отображение, поэтому это и есть id А от А маленькая равняется id А от Б маленькая. Это означает, что это есть А маленькая, это есть Б маленькая. И значит, А равняется Б. Мы бы получили противоречие. Значит, это показывает, что на самом деле так не бывает, а всегда разные элементы множества А переходят в разные элементы при отображении. Ну, термин есть для этого. Что означает, что отображение переводит разные элементы в разные? Инъекция. Тогда F есть инъекция. В алгебре это мономорфизм. Когда в алгебре вы говорите, в алгебрических свойствах, это мономорфизм. И наоборот, второе, каждый элемент из А лежит в образе. То есть существует элемент Б такой, что Ж от Б равняется А. То есть множество Б отображается не просто необык, как множество А, так что любой элемент накрывается. Тогда Ж называется сюръекцией. Наконец, допустим, что обе композиции обладают тем свойством, что две возможные композиции являются тождественными отображениями. Ж, Ф есть тождественное отображение и Ф, Ж есть тождественное отображение. это означает, что тогда и Ф и Ж являются взаимно однозначными отображениями. взаимно однозначные отображения это такое отображение, которое переводит множество А в Б, разные элементы переводят в разные и каждый элемент Б накрывается некоторым отображением из А. Взаимно однозначное отображение. Оно по аналогии с теми терминологии такое Ф называется биекцией. Ж тоже биекцией. Все это вместе взятое дает способ дать новое описание. Если задано отображение Ф если Ф является биекцией, то Ж мы будем обозначать как обратное отображение Ф минус 1. Ф минус 1 означает, отображение Ф отображало множество А в Б, а обратное отображение образы переводит в обратную сторону. Но это бывает не всегда, только тогда, когда Ф является биекцией. Поэтому мы можем обозначать отображение Ж, которое реализует эту биекцию, как Ф минус 1. Ф минус 1 от Б это есть такой элемент А, что Ф от А равняется Б. Он единственный, поэтому это правило корректно определяет отображение Ф минус 1. Обратное отображение. Почему такие обозначения и такие термины вводятся? Ну, потому что если мы изучаем множество, то первая задача математическая заключается в следующем – описать все множество, сколько их. причем для самих свойств множеств ничего знать заранее не надо. Поэтому мы скажем, что если задана объекция, то тогда множество А и Б с нашей точки зрения неразличимы. Все, что происходит с элементами на множестве А, происходит и в образе, при отображении, потому что разные элементы переходят в разные, одинаковые в одинаковые, а больше ничего мы про эти множества не знаем. Поэтому все множества, когда мы желаем их описывать, надо не различать те, между которыми существует объекция. Но таких множеств тоже может оказаться много. Иногда между множеством А и Б объекции никакой не существует. Например, пусть множество А – это отрезок натуральных чисел. А множество Б – это другой отрезок, скажем, Н плюс 1. Мы можем задать вопрос, существует ли биекция множеством А и множеством Б? Ответ вы знаете. Нет, не существует. Просто число элементов разное, никакой биекции у вас нет. Но это на самом-то деле то, что я сейчас сказал, требует доказательства. С точки зрения биекций, которые мы здесь сейчас определили, мы не должны различать множество, которые друг к другу объективны. То есть между ними существует биекция. Поэтому описание разных множеств – это означает описание классов попарно-биективных отображений. И для этого есть специальная терминология. Мы скажем, что множество А равномощно равномощно множеству Б тогда и только тогда, когда существует биекция F биекция А в Б. Ну, значит, и обратная существует биекция, конечно. Мы тогда говорим, что эти два множества равномощны. Это позволяет нам сказать, что такое мощность множества. Мощность множества А – это класс всех равномощных множеств, которым оно принадлежит классу. Никакого другого определения нельзя сказать. Можно интуитивно считать, что это количество элементов в данном множестве. Но количество нечем мерить нам. Если множество, скажем, отрезок от 1 до n, то это множество тоже имеет мощность. равен количества элементов равняется n малое. Это целое число. Есть множества, которые никакого количества не имеют, но все равно они принадлежат какому-то классу равномощных множеств. и можно сказать, что это есть обобщение количества элементов. Обозначение такое диез от а. Ну, это стандартное обозначение, которое вы можете увидеть в любом учебнике. еще пишут так, карт от а, потому что раз количество элементов описывается для множества целых чисел целым числом каким-то n, натуральным числом, а в общем случае у нас таких чисел нет, то мы будем говорить слово английское cardinality, мощность и писать карт от а. Это мощность множества а. Никаких других свойств множеств кроме этого у нас нет, поэтому все множества будут разделяться только по мощности и больше ни по каким другим свойствам. Если захотим новые свойства для множеств определять, нам придется добавить к этому множеству дополнительные структуры никакого другого способа нет. Ну вот, значит, будем строить некоторые сейчас конкретные конструкции множеств и сравнивать их мощности, потому что это единственный вариант, единственный параметр, который можно различать множество. Одно множество равномощно или неравномощно другому множеству, и больше ничего мы не знаем. Какие бы есть у нас конкретные конструкции? первое. Декартова произведение двух множеств. это конструкция, которая позволяет для пары множеств А и Б, неважно, где они находятся, мы неявно предполагаем, что все множества являются подмножествами в некотором большом объемлющем множестве. А и Б обозначим через А крест Б множество пар составлено из двух элементов А и Б, так что один элемент лежит во множестве А, другой элемент лежит во множестве Б. Тогда мы скажем, что это Декартово произведение. В Декартовом произведении первый сомножитель или второй сомножитель – это компоненты этого Декартового произведения. Интуитивно можно себе представлять так. Одно множество – – это одна вещественная ось, другое множество – другая вещественная ось. Декартово произведение состоит из точек Декартового квадрата, который вам хорошо известен. у нас не вещественная ось здесь, а произвольное множество а. Мне ее нарисовать не удается, картинку я не могу изобразить, но я могу изобразить обозначениями вот такими. Это Декартово произведение. Очень хорошо в терминах Декартово произведение мы можем записать, что такое график отображения. Отображение F из А в В. График отображения будет обозначаться через гамма с индексом F. Это будет подмножество в Декартовом произведении. И вот я его могу уже определять по аналогии таким же способом. Гамма от F состоит из всех таких пар А, Б, которые утвердят условию. Одно условие B равняется F от А. Это некоторое подмножество здесь. Ну, не всякое подмножество является графиком, как вы знаете. И, наверное, вам когда-нибудь доказывали теорему, что подмножество гамма в Декартовом произведении является графиком некоторого некоторого отображения отображения F, то есть гамма равняется гамма F тогда и только тогда когда выполнены условия. Отображение гамма в А, которое мы сейчас построим P от А B равняется А, это определение, является биекцией. Эту теорему вы знаете из стандартных обозначений в геометрии. Вот вам отображение одной вещественной оси, другое, вот график. Ясно, что проекция сюда, отображение, которое сопоставляет первую координату этого Декартова произведения, есть взаимно однозначное соответствие, потому что есть обратное отображение, то есть это биекция. Ну, собственно, и все. Как доказать эту теорему? Но если это биекция, то надо построить F от А. F от А. Если это взаимно однозначное соответствие, то каждому элементу А можно сопоставить пару А, Б. Вот я и взял эту пару А, Б. обозначил второй букву B, F от А, то мы получим как раз отображение. Ну, можно брать, конечно, Декартова произведения, нескольких экземпляров множеств, сколько хотите. множество а также Декартова произведения не двух, не трех, а не целого семейства множеств. Пусть задано у нас семейство множеств. А с индексом альфа, а альфа пусть пробегает некоторое множество индексов, маленький или большой, не знаю. Мы скажем, что нам задано Декартово произведение, будем означать его так, произведение по альфа а альфа. Она состоит это множество всех таких наборов а альфа, таких, что а альфа принадлежит множество а с индексом альфа. Все такие наборы образуют элементы этого большого множества произведения а альфа. Мы скажем, что это есть произведение, точнее Тихоновское произведение множество а альфа. Это просто простенькое обобщение Декартово произведения двух подмножеств. Это Декартово произведение семейства подмножеств. Есть одна тонкость, к которой я хочу обратить внимание на это. вот я взял какое-то семейство подмножеств, и все они не пусты. Каждое подмножество содержит хотя бы один элемент. Спрашивается, а это Тихоновское произведение содержит хотя бы один элемент или нет? с точки зрения определения вроде очевидно. Для каждого индекса альфа надо выбрать какой-то элемент отсюда, какой-нибудь. И мы обнаруживаем, что мы на самом деле здесь применили аксиому выбора из логики. Без нее мы не обойдемся здесь. И более того, не пустота этого Тихоновского произведения эквивалентна аксиоме выбора. Но мы на это внимание обращать не будем. Мы будем находиться на наивной точке зрения. Аксиома выбора имеет место. Но я обращаю внимание всех, кого это интересует, что все не так просто, как кажется. Если вы запретите аксиому выбора, вы не сможете доказать ни пустоту Тихоновского произведения. Вторая конструкция. несвязное объединение двух множеств А и Б. Я обращаю ваше внимание, что А и Б мы негласно, неявно подразумеваем, что это подножество в некотором большом множестве, они, может быть, там пересекаются. Когда я говорю о несвязанном объединении, А объединенное с Б и пишется такой знак квадратный, означает, что элементы А вот в этом множестве, это есть множество элементов Х, таких, что Х принадлежит А или Х принадлежит Б и А в пересечении с Б считается пустым. То есть это не содержит общих элементов, это несвязанное объединение. Если эти множества у вас лежат в каком-то большом множестве Х и там имеют пересечения, то нужно изменить это множество. Разными способами можно произвести изменения. Возьмите, скажем, множество составленное, я напишу двоеточие, составленное из двух элементов и рассмотрим, А и Б это подножество Х, они там пересекаются. Давайте рассмотрим Х умножить на 2. Но это несвязанное объединение двух элементов Х на единицу объединенное с Х умножить на двойку. Два элемента. И А положим сюда, а Б положим сюда. Они будут равномочны, поэтому это множество, которое лежит здесь, равномочное множество А объективно, а Б тоже будет объективно, поэтому здесь они уже не пересекаются. С точки зрения теории множеств, это правильное определение каноническое, не зависящее от того, как расположены множества А в качестве подмножеств в объемлеме множестве Х. Несвязанное объединение. А ну и так же, как и для пары, то можно рассмотреть несвязанное объединение А Альфа по всем Альфа. Точно такое же обозначение пишется, когда Альфа пробегает некоторое множество индексов греческое А. Все, что связано с отображениями, тоже позволяет строить новые конструкции. Пусть у вас задано отображение F из множества А в множество В. Оно не обязано быть сюрреективным, поэтому можно сказать, что такое F от А. F от А это подмножество в В, определенное по правилу. Это множество всех таких элементов в Б маленькое из Б таких, что существует А маленькое из А такое, что Б равняется F от А. Это образ. По-другому говорят, это образ множества А в Б. поэтому есть отображение F из А в F от А, поскольку это есть подмножество здесь. Вот тут нарисована диаграмма. Очень полезно все писать не только формулами, но и диаграммами. Эта диаграмма, когда у вас есть множество и отображение, то мы говорим, что мы задаем диаграмму А отображается в Б, Б отображается в С, ну и скажем сюда в Д и вот так. Такие разные отображения. Мы скажем, что это диаграмма коммутативна, если всюду, где есть возможность взять композицию, она равняется другому отображению. F G H. Диаграмма коммутативна, если F равняется G, а потом H. Итак, в каждом месте, где можно выбрать две возможных композиции из одного множества в другой, и они совпадают, мы скажем, что такая диаграмма коммутативна. Вот здесь коммутативная диаграмма, здесь равенство, но это же тоже отображение, можете считать, что это действенное отображение. А здесь включение, это инъекция, получили отображение сюда, отображение сюда, отображение сюда. Такая диаграмма коммутативна. Я обозначил одной и той же буквы, конечно, это формально неправильно, отображение F, это отображение из A в B, а вот это отображение из A в F от A, надо какой-то другой буквой обозначить, но нас без ограничения в обществе можно считать, что это одно и то же, путаница особо не возникнет здесь, надо иметь в виду, что когда я беру отображение, надо знать, во что мы отображаем. Вот это вот это вот здесь инъекция, а это что? А это сюрреекция. значит, отображение F разложено в композиции. Сначала сурреекция, потом инъекция. И больше ничего мы сказать не можем, но мы понимаем, что отображение может быть разложено в композицию более простых отображений. вот допустим, что я знаю, что F от A состоит из одной точки, x0, из множества B. Тогда мы получаем, что A отображается в точке, множество состоящее из одной точки, A, оно отображается в B. Это F. Это вложение. И возникает полезное определение, полезное понятие прообраз отображения. Здесь и задано отображение F из A в B. А здесь некоторое подможество C, то мы можем построить подможество F-1 от C как подможество здесь. По определению это множество всех таких элементов A из A таких, что F от A лежит в C. Мы называем его прообраз отображения. Образ в правой части, прообраз в левой части. F от A это подможество здесь. Оно к сцене никакого отношения не имеет, но это все равно это образ. А здесь прообраз. Важно понимать, что если у вас имеется отображение F из A в B и оно является объекцией, то прообраз каждой точке каждого элемента состоит из одного элемента B объекции тогда и только тогда когда F минус первая от одной точки X0 состоит из одной точки. для каждого X0 для каждого X0 это какая-то характеристика объекции полезная иногда полезно ее будет использовать при доказательстве разных теорем. Ну и еще одна полезная конструкция, которая тоже будет часто пользоваться у нас это фактор отображения. Дано множество B а в нем подмножество A. Рассмотрим некоторое новое множество A B фактор A составлено из следующих элементов. все элементы которые к они принадлежат и само множество A. Геометрически это означает что множество B а вот здесь подмножество A. Я считаю что это отдельная точка просто. Точки здесь это элементы и один элемент все множество A. Геометрически означает что я взял множество A стянул в одну точку. объявил его новым элементом. Тогда появляется отображение B в B фактор A. Каждому элементу B сопоставляется давайте буквой P позначим P от B равняется B если B не принадлежит A и A если B принадлежит A. Все элементы из A попадают в одну точку. это называется фактор отображения. Пока это все без дополнительных структур. Когда мы перейдем к топологии мы будет более геометрично более наглядно и понятно зачем такие конструкции множеств приводятся. Ну вот и последнее что я хочу на сегодняшней лекции рассказать это как изучается мощности различных множеств. ну мы уже сказали что отрезок натуральных чисел от единицы до n мощность такого множества считается равным его количеству элементов равняется n и такие множества называются конечными конечные множества ну ясно что множество равномощное конечному тоже считается конечным единственное свойство этого дела все остальные считаются бесконечными вопрос бывает ли бесконечное множество ну да множество скажем натуральных чисел оно не конечно нельзя построить биекцию такой биекции нет так что по крайней мере одно бесконечное множество мы знаем множество натуральных чисел множество которые ему равномощны если множество а равномощно множество натуральных чисел мы говорим что множество а счетно почему счетно потому что по другому равномощность можно задавать биекции из н в а каждый элемент а отсюда элемент из а большого является образом какого-то номера значит а равняется f от n ну это формула можно по-разному ее записать а я ее запишу так а равняется f от n будем писать а n известная вам формула это последовательность элементов у вас в анализе многократно использовалась это значит все элементы множества а занумерованы перечислены а да да ой извините да конечно f от n занумерованы пересчитаны поэтому множество называется счетным ну еще и такой термин есть не более чем счетное множество это значит множество либо конечное либо счетное и снова такой же вопрос а бывает множество которые не являются счетными ответ да для этого мы введем сформулируем теорему и докажем ее это теорема Кантера она будет сформулирована в виде некоторой формулы для любого множества а мощность а строго меньше чем и вот тут я напишу 2 в степени а каждому множество а можно сопоставить некоторое множество всех его подмножеств 2 в степени а состоит из всех элементов б которые являются подмножествами а всех пустое множество все множество а и все все промежуточные тоже почему такое обозначение а вот почему каждое подмножество во множестве а б лежащее а задает нам функцию или отображение множество а во множество двух двузначное множество состоящее из двух чисел по правилу fb fb от а равняется единице когда а принадлежит b и двойки когда а не принадлежит b функция такая вот это множество а это множество b здесь у нас она будет единице равняться я тут вроде график рисую правда график этого отображения значит это означает что множество всех подмножеств можно описывать как множество всех отображений множество всех отображений f из а а множество состоящее из двух элементов в математике обозначается 2 в степени а ну если я напишу здесь x множество всех отображений из а в x то оно обозначается как x в степени а это просто стандартное обозначение почему такое стандартное обозначение именно потому что по мощностям когда мы подсчитаем то мы увидим что множество всех подмножеств если а конечное множество то 2 в степени а множество всех подмножеств здесь мощность равняется n а здесь мощность чему равняется 2 в степени n это мы знаем отсюда это обозначение взято так вот теорема Кантера гласит что мощность любого множества строго меньше чем мощность множества его всех подмножеств ну формулировка понятная только непонятно что значит меньше я же нигде не говорил что одна мощность меньше другой одна мощность больше другой ничего такого не сказал поэтому надо дать определение как сравнивать мощности определение если а лежит в b вот заметьте я теперь буду два разных множества а и b но если одно из них равномочное подмножество в b я буду так и писать а лежит в b хотя оно может быть лежало не в нем то будем считать что мощность а меньше и равно мощности b естественно так считать это же меньше элемента значит мощность его должна быть меньше тут одна неувязочка есть конечно надо же проверять какие-то свойства неравенства все мощности надо как-то упорядочить одно одна мощность меньше другой а если вот так будет это множество лежит здесь а b лежит в а что это значит что можно сказать так а b лежит а а здесь имеется а0 равномочное а тогда мы получим что мощность а0 согласно нашему определению меньше или равно чем мощности b а это мощности a хотелось бы сравнить эти два теорема Кантера Бернштейна гласит что тогда мощность а равняется мощности b то есть наше определение неравенства корректно из этих двух неравенств вытекает что мощность стоит в промежутке и равняется им двум то есть на самом деле это означает что существует корректно определенное упорядочивание всех мощностей ну а если я знаю что такого не бывает тогда мы пишем что мощность а строго меньше мощности b если мощность а меньше равна мощности b по этому правилу вложения и мощность а не равняется мощности b тогда мы говорим что она строго меньше и вот наша первая теорема кантера утверждает что мощность а строго меньше мощности 2 в степени а то есть мощность а конечно же меньше равна мощности 2 в степени а потому что все элементы множества а можно считать частью подмножеством вот здесь одноэлементное подмножество но мощность а не равняется мощности 2 в степени а вот что утверждает эта теорема кантера обе этих теоремы я докажу в следующий раз